С радиацией человек встречается ежедневно и ежечасно. Радиационное излучение исходит не только от электроботовых устройств, оно также проникает на поверхность Земли из космоса и поступает от радиоактивных веществ, находящихся в недрах нашей планеты. Так что наши организмы с самого рождения не понаслышке знакомы с ней, а вероятность получить смертельную дозу радиоактивного облучения стремится к нулю. Однако еще свежи в памяти аварии, произошедшие на атомных электростанциях Фукусимы и Чернобыля, последняя из которых унесла тысячи жизней. Как вы могли уже догадаться, сегодняшний наш разговор будет посвящен радиации и способам защиты от нее. Здравствуйте, мои хорошие! Альфа-излучение Существует несколько видов радиационного излучения, опасных для человека. Альфа-излучение способно ионизировать организм, проникая в желудочно-кишечный тракт, частицы не распространяются по всему организму, так как восприимчивы к преградам. Бета-излучение, чья проникающая способность заметно выше, чем у предыдущего вида. Гамма-лучи и рентгеновское излучение, у них наблюдается максимальная проникающая способность, за счет чего возникает сильная опасность для организма. Погубное воздействие на человека радиация может оказывать двумя способами. Из окружающего пространства, в этом случае говорят о внешнем облучении и попадая внутрь организма с радиоактивными веществами, при вдыхании их с воздухом или употреблении зараженной пищей и воды. Такой способ облучения называют внутренним. Наиболее опасно поступление радиоактивных веществ при вдыхании воздуха. При попадании радиоактивных веществ в организм, любым путем, они уже через несколько минут обнаруживаются в крови. Главная опасность радиации заключается в том, что сразу увидеть повреждения, вызванные ей, можно далеко не всегда. Зачастую они проявляются спустя определенное количество времени. Еще в 1950 году шведским радиофизиком Рольфом Зивертом было доказано, что безопасной дозы облучения не существует. В данном случае мы можем говорить лишь о предельно допустимых значениях, которые не должны превышать один миллизиверт в год, что составляет 0,57 микрозиверта в час или 57 микрорентген в час. Для примера, выполняя рентген грудной клетки пациент получает полмиллизиверта, что составляет половину годовой нормы. Какая же доза радиации угрожает здоровью человека? Однократное облучение двумя зивертами приведет к снижению лимфоцитов в крови на 2 недели. От 3 до 5 зиверт вызовут выпадение волос, облизание кожи, необратимое бесплодие. При получении дозы в 3,5 зиверта у мужчин временно исчезают сперматозоиды. При 5,5 зиверта они исчезают навсегда. Доза радиации от 6 до 10 зиверт вызывает множественное кровоизлияние в желудочном тракте и разрушение клеток красного костного мозга, что, скорее всего, станет причиной смерти через 1-2 недели. Облучение всего тела дозой, колеблющейся в пределах от 10 до 80 зиверт, становится причиной разрушения центральной нервной системы с последующей комой и смертью в течение получаса. Очень большие дозы облучения, превышающие 80 зиверт, вызывают настолько серьезное поражение организма, что смерть, как правило, наступает мгновенно. Таким образом, в этом диапазоне доз облучения большие дозы отличаются от меньших лишь тем, что смерть в первом случае наступает раньше, а во втором – позже. Устрашающие данные, не правда ли? Как же вести себя в случае возникновения вероятности радиоактивного заражения местности? О том, что надвигается радиационная опасность, например, в связи с аварией на атомной электростанции или угрозой ядерного взрыва, гражданам должно сообщить МЧС. Для этого по всем доступным радиоволнам и телевизионным каналам запускается сигнал «радиационная опасность». Данный сигнал оповещает население о приближении радиоактивного облака и заражении местности в течение часа. Он состоит из голосового, текстового сообщения и имеет звуковое сопровождение, текст представлен словами «ВЫНИМАНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ». В ситуации угрозы радиоактивного заражения в первую очередь необходимо предпринять действия по защите органов дыхания, слизистых, кожного покрова. Оденьте респиратор. При его отсутствии воспользуйтесь марлевой маской или самодельной повязкой. Выбирайте светлую одежду с длинными рукавами и воротником. Обязателен головной убор, перчатки, закрытая обувь. Очень хорошую защиту от радиации даёт сочетание бейсболки или кепки с капюшоном. Соберите самые необходимые вещи – документы, воду, не портящиеся продукты, лекарства, предметы личной гигиены. Перекройте в квартире воду, газ, выключите электричество. Следуйте в ближайшее убежище. О его местоположении можно узнать из сигнала тревоги. Если вы оказались в зоне радиоактивного загрязнения, далеко от дома или специальных убежищ, постарайтесь немедленно покинуть его. Чем меньше по времени будет контакт вашего организма с радиоактивными веществами, тем лучше для вас и вашего здоровья. Находясь в районе заражения, разрешается на автомобиле преодолевать его на максимальной скорости. Если по каким-то обстоятельствам вы не можете уйти из дома, то постарайтесь как можно быстрее провести полную герметизацию. Помните, что у вас есть не более часа с момента объявления об угрозе заражения. Окна занавесьте плотной тканью. Все щели, отверстия, включая вентиляционные, заткните ватой или поролоном. При наличии в доме камины и печи не забудьте про дымоход. Сделайте запасы воды в плотно закрытых емкостях, так вода не станет радиоактивной, это же относится и к пище. Упакуйте продукты в целлофан, даже тонкий полиэтилен способен защитить их от проникновения радиоактивных частиц. Покидать укрытие из герметизированных сооружений следует только после соответствующих распоряжений по информационным каналам или представителей местной администрации, а в их ожидании два-три раза в день делайте влажную уборку, никаких веников и пылесосов, только мытье простой чистой водой. Что касается медицинских препаратов. Общеизвестно, что при угрозе облучения врачи назначают препараты йода. Как таковой йод или его соединения никак не могут противостоять негативным эффектам радиации. Дело в том, что если в атмосферу или в воду попадает радиоактивный йод-131, он очень быстро проникает в организм человека и накапливается в щитовидной железе, резко повышая риск развития рака и других заболеваний этого органа. Заранее заполнив под завязку йодное депо щитовидной железы, можно снизить захват радиоактивного йода и таким образом защитить ее ткань от накопления источника радиации. Однако не стоит скупать в аптеке что попало и пить пачками, так можно навсегда испортить собственную щитовидную железу. На этот случай лучше иметь очищенный калий-едит в таблетках. При поступлении информации о повышении уровня радиации, его следует пить в течение недели по одной таблетке 0,125 грамма, а для детей до двух лет – одну четвертую часть таблетки 0,04 грамма, обильно запивая молоком или водой. Если йодистого калия нет, допустимо использовать 5% раствор йода или раствор люголя. Однако их применение следует рассматривать как исключительную меру в связи с более высокой токсичностью атомарного йода, входящего в состав данных растворов. Спиртовой 5% раствор йода взрослым и подросткам старше 14 лет следует принимать по 44 капли один раз в день, или под 22 капли два раза в день после еды, разведя его в половине стакана нежирного молока, киселя или воды. Хорошо взболтав раствор, дают ему отстояться, а затем пьют каждые 10 минут по одному глотку. Детям от 5 до 14 лет доза 5% настойки йода уменьшается вдвое – 22 капли один раз в день или по 10-11 капель два раза в день. Детям до 5 лет настойку йода внутрь принимать запрещено. Также настойка йода может применяться путём нанесения на кожу. Защитный эффект нанесения настойки йода на кожу сопоставим с её приёмом внутрь в тех же дозах. Настойка йода наносится тампоном в виде полос на предплечье, бёдра или голени. Этот способ защиты особенно приемлем у детей младше до 5 лет. Детям от 2 до 5 лет для исключения ожогов кожи предпочтительно наносить 2,5% настойку йода, которую наносят из расчёта 20-22 капли в день. Детям до 2 лет в половинной дозе, то есть 10-11 капель в день. Что касается сорбентов, 2-3 таблетки активированного угля перед едой помогут вывести значительную долю радионуклеидов из организма. Тем же действием обладают энтеросгель и атаксил. Экстракт элеутерокока есть в любой аптеке, но мало кто знает, что его тоже можно применять против радиации, добавляя по пол чайной ложки в чай два раза в день. Только без фанатизма, у этого средства есть противопоказания. Хорошо себя показала и настойка женьшеня. Её достаточно принимать 2 раза в день по 40-50 капель перед едой. Также защищают от радиации такие травы, как медуница, лизея, заманиха. Хороший вариант, который может заменить йодистый раствор – поливитамины, содержащие йод, а также два продукта питания, богатые этим микроэлементом – морская капуста и варенье из грецких орехов. Йод содержится именно в зелёных оболочках ореха, в ядрах его почти нет. Очень важно употреблять в пищу продукты, в которых есть селен, так как он препятствует образованию опухолей, вызванных излучением. Он содержится в таких продуктах, как белый хлеб, редиска, яйца, орехи. Как ни странно, но лук и чеснок также могут помочь частично избавить организм от радионуклеидов. Известно, что некоторые продукты накапливают радиацию очень интенсивно, а некоторые – почти нет. Из своего меню именно по этой причине убираем рыбу, грибы, костные бульоны и свинину. С фруктов срезаем кожуру, у капусты удаляем кочерыжку, овощи вымачиваем в воде, мелко режем и провариваем. Активно используем в пищу морскую или йодированную соль. Обязательно пейте больше воды, желательно бутылированной. Можно включить в рацион красное вино, лучше всего сорта Каберне Савиньон, около 250-300 мл в сутки. Вопреки заблуждению, красное вино не выводит радионуклеиды, но хорошо защищает клетки нашего организма от их воздействия. Такие же свойства есть и у зеленого чая. Не лишним для защиты от радиации станут дополнительные гигиенические процедуры, которые стоит проводить два раза в сутки, промывание глаз и носоглотки. В глаза можно просто закапывать увлажняющий раствор, а носоглотку промывать слабым раствором соли или соды. Если всё же возникла необходимость выйти из убежища, следует учитывать расстояние до радиоактивных осадков, осевших на поверхности земли. У самой земли фон будет в разы выше, чем на высоте одного метра. Примерно на такой высоте располагаются наши внутренние органы. Поэтому детей лучше переносить на плечах, поскольку из-за невысокого роста, передвигаясь самостоятельно по земле, они получат большую дозу радиации, чем взрослую. А на сегодня это всё. Желаю вам, чтобы показания на дозиметре никогда бы не превысили нормы. Не болейте, берегите себя и близких. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!